МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ладно, поздравляю вас с первым собранием здесь, да? Чувствую, что у нас там подвал уже такой промоленный был. Здесь еще стены пока не поют с нами. Значит, отвыкли они такие чуть-чуть. Да, или? Ну, просто или акустика другая, да? Чуть-чуть по-другому. Ну, дворчики открыты. Дворчики открыты, да? Ну, ладно, что? Еще раз поздравляю с переездом. Все, мы начали здесь. Теперь будем держаться здесь, да? Чтобы нам уже не выезжать. Надеюсь, что с зимы тоже будем здесь, да? Один. Нет, нет. Конференции проведем. Конференции, да. Работы много, да? Вчера начали строить. Заложили первые камни уже. Главный диагональ проверили. Не стал диагональ проверять. Голову не могу. Доверился на тех людей, которые делали фундамент. Вот, и хохлами нельзя длить. Ты хохлы делали? Да. А что, какие хохлы? И хохлы, и булебаши здесь же жили. Ну, бейте, наверное. Нет, там. Как обычно. В ферранкопе валялись паспартов булебаши и хохловских. Ну, ладно. Опять же у меня большой объем. Не знаю, может быть, не все поговорим. Ну, как-то вот хочу, наверное, начну с основных вещей. То, что... Давайте откроем Галаты. Галатам, пятая глава. Об этом, то, что тут написано, пятая глава, шестнадцатого стиха, можно говорить очень долго, по-разному. По-разному объясняю это. Потому что это говорится о том, о жизни в духе. Что это значит, иметь жизнь в духе, поступать по духу. Я просто вот сегодня какие-то примеры рассмотрю из этого. Потому что это самое главное. Потому что тоже римлянам в восьмой главе написано, что суть, вводимый духом Божьим, суть сыны Божьей. Понимаете? Вот что значит вообще быть сыном Божьим. Что значит быть христианином. Это единственное, можно сказать, правильное определение. Для меня это самое емкое определение. Это не тот, кто ходит в церковь. Это не тот, кто соблюдает вот эти заповеди. Да, это то, что сегодня Володя говорил. Можно соблюдать эти заповеди. Быть хорошим человеком. Не пить, не курить, но о том не ругаться. Быть культурным человеком. Но в то же время быть несчастливым человеком. Недовольным человеком. Человеком незнающим. Человеком, ходящим во тьме. Что это значит ходить во тьме? Это значит не знать, куда идти. Это значит спотыкаться, периодически падать. Иисус говорит то, что Он свет. Он говорит, Я свет, и выходите со мной. Ходите во Мне, ходите через Меня. И поэтому вот именно водимый Духом Божьим, направляемый Духом Божьим. Слышащий этот Дух. Поступающий, так как Дух говорит. Они есть дети Божьи. Все, это определение. Иисус сказал. Когда Его спросили, что же это такое. Никодим его спросил, что же это такое родиться свыше. Что же это такое. То есть он говорит, ты ли учитель Израиля, поэтому не знаешь. И дальше он сказал такое короткое определение человека, рожденного от Духа. Он говорит, Дух дышит где хочет. Слышишь его шум, но не знаешь откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Все. Я бы хотел, чтобы это вообще... У меня это настолько важный стих. Я бы вот тут его написал, чтобы все вы знали. Чтобы вы всегда понимали, что... Мы в каждый момент нашей жизни нуждаемся вот в этом. Чтобы нам Дух сказал. Чтобы мы от Него услышали, что же нам делать. Как нам поступать. И поэтому Он говорит, Дух дышит где хочет. Поэтому Дух это... Он хочет. Он сам решает. Понимаете? Не где ты хочешь, Он дышит. А где Он хочет. Ты лишь можешь только слышать. И еще самое интересное не знать. Откуда придет и куда уйдет. Вот в этом состоянии незнания. Вот в этом... На самом деле мы иногда думаем, что сила как бы христианина, она в том, чтобы все знать. Или вообще сила человека в том, чтобы все знать обо всем, как поступать. А Библия нас учит наоборот не знать. Не знать. Потому что когда не знаешь, ищешь. Ищешь Бога. Ищешь. Имеешь вот это вот желание, прислушиваешься. Что же скажет Дух? Как же скажет? Как направят? Через что? Через ситуацию? Через сон? Через слово? Через откровение? Напрямую в мысли проговорить? Через то, что... Потому что, да, потому что, ну, и суть вот этого хождения в Духе, это в том, чтобы, ну, всегда искать Бога. Всегда ты ищешь Бога, и... Так или иначе, ты видишь, как Он тебя ведет. Все. И вот этому я просто хочу сегодня немного посвятить время, чтобы мы об этом подумали. Тоже рассказать какие-то свои опыты. Действительно, происходят ситуации. Мне нравится, когда они происходят. Когда у меня есть вот это ощущение, я начинаю чувствовать себя как-то вот готовым для того, чтобы Бог меня водил. То есть, я понимаю, что я уже во Христе где-то там, да, около 20 лет. И я понимаю, что вот сейчас начинается самое интересное. Начинается самое интересное. Не знаю, что у вас так будет. Я уже говорил, времени нет. Главное, что начинается. И здесь написано, 5 глава, 16 стих. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Да, что это значит, что мы духом водимся, и мы не под законом? Это значит, что мы уже как бы не вот по правилам. Мы уже, ну, мы духом водимся. Мы ищем Бога. Мы стараемся о том, чтобы проводить время с Богом. Стараемся о том, чтобы попросить Бога в ситуациях, которые приходят. И мы уже как бы, ну, вот, понимаете, вот эта вот система, центра, да, Рету, где мы были, она как раз просто, это не единственная модель, но это очень хорошая такая система, где тебя просто учат. Долгое время обучают. Ищи Бога, ищи Бога. Читай Библию. Пребывай в слове. Слушай откровения других. Сам делись своими откровениями. Полагайся на Бога, и все. И однажды ты станешь готов. Проблема, что иногда люди считают, что они уже вот чуть-чуть попробовали, чуть-чуть начали, и уже считают, что они готовы. Ничего подобного. Часто очень нужно посвятить достаточное количество лет. Люди растут медленно. И я вот лично себя, например, считаю сейчас христианином, вот как будто мне, ну, там, 2-18 лет. То есть вот уже юноша, грубо говоря, во Христе. То есть сначала я родился от Духа, пробовал, делал. А сейчас начинается уже вхождение во взрослую жизнь. И Бог начинает как-то вот по-особенному говорить, больше говорить. Начинает даже что-то делать. Я в шоке. Я, давайте я, наверное, это свидетельство расскажу сейчас. Оначале, чтобы потом его уже не тяжело было слышать. Вчера я в шоке был. Я опять там прознулся, и опять у меня была молитва, Бог, веди меня, как ты меня поведешь вообще. Хочу, чтобы ты меня водил, все, направлял. И у меня кодер не заправлен на лекцию себе был. Я вспоминаю одного человека. Олег его зовут. Шум. Ну, поняли, да? Для кого известный этот человек. И все, у меня прям желание, думаю, надо к нему доехать, заодно поболтать с ним. Потому что четыре месяца назад. Мы до этого, когда делали эту еще первую конференцию, мы еще там с Гончаровым, когда мотались, мы много раз к нему заезжали. Он там стоит на Кировской, бизнесом своим занимается. И мы к нему заезжали много раз. И как раз вот были вот все вот эти события. Я был очень сильно вдохновлен о том, что Бог начал здесь, через нас. И мы ему много тоже свидетельствовали. Я его звал постоянно на собрание. Давай, приходи. Он был в рету. Бог его собладил от наркотиков. Он до сих пор не употребляет наркотики, но все равно как бы не живет, так сказать, вот этой полноценной жизнью с Богом. Он верит, но не ищет. В церковь не ходит. Вроде как живет. И сидел в то время на пиве, как многие люди. Проблемы с финансами постоянные. Такая депрессивная жизнь на самом деле. Ну, я тоже это видел все. Я видел, как он с интересом слушал все, что мы ему рассказывали. На протяжении приличного времени мы к нему заезжали, там покушать можно было. И как-то вот прониклись. И мне все казалось, что у меня получится все-таки вот его затащить. Есть у меня какой-то к нему любовь какая-то внутренняя. Как-то я помню его. Он старше у меня был в рету когда-то. И как-то у меня все это сохранилось. И хочется тоже разделить вот эти духовные сокровища, которые я ощущал на тот момент и сейчас ощущаю. Ну, то есть какое-то время я заезжал к нему, работал с этим человеком. Потом он что-то так и не пришел на собрание. Но все равно мы с ним на связи были. И вот зимой я как-то к нему заехал. И вижу, у него опять все плохо. Лицо покрыто там порщами. Из-за того, что пьет пиво уже, аллергия уже идет. То, что, ну, как бы работа не идет. Видно, что депрессия. Я говорю, давай, давай, приезжай на собрание. Ну, потом. Ну, не это. Ну, и мне как бы не получилось. У меня приходят мысли. Ну, что на собрание? Я же могу здесь помолиться за него. То есть человек, ну, как бы, сам имеет эту немощь. И не может ничего сделать. Понимаете? И это не то, чтобы я понял, что, ну, вот я какой-то великий. Что могу за него помолиться. А просто я понял, что я могу дать ему что? Ну, как бы, дать ему что? Вот ту веру, которая у меня есть. И то желание, которое у меня есть за него. И сформулировать. Вот у него нету молитвенного состояния. Он не может молиться за себя. Да? И не знает как. У него нет веры помолиться за себя. И я тогда просто понимаю, это да, я помолюсь за тебя. Он говорит, ну, да, в следующий раз. Я говорю, нет, сейчас. И мы прям в машине. Я так положил на него руку и помолился за него. Как бы за то, чтобы свет пришел в его жизнь. Чтобы Бог помог. Ну, как-то вот сформулировал то состояние, которое я вот испытывал к нему. И все, я уехал, как бы, ну, говорю, теперь жди, говоря. Через какое-то время я к нему там заехал, буквально там через недельку, через две. Я говорю, ну, что, есть что-нибудь там, потом расскажу. Потом расскажу, такой, ладно, все. И вот я к нему вчера приехал. И первое, что он меня встречает, такой ободренный, ну, обнялись. И я думаю, ну, как он вообще. Я говорю, ну, я говорю, с того дня я перестал пить. Я как бы так ободрился, я почувствовал, что что-то, ну, он мне не объясняет, что это произошло. Он говорит, ну, ну, просто вот человек радостный, благодарный. Ну, говорит, ну, вот последнее время все так хорошо было, я вообще не пил, говорит, 4 месяца. И тут у меня, говорит, эта грыжа выскочила здесь, на шее, говорит, очень сильные боли, там, туда-сюда. Ну, и, говорит, ничего не осталось. Я опять, там, чуть-чуть начал исполнять, ну, вроде как, алкоголь немного, там. Ну, говорит, не знаю, что делать, вот, надо это. И уже такой, ну, уже меня спрашивают, что делать. Вот, я говорю, ну, теперь уже твое, твое решение должно быть, ты должен прийти на собрание. Я говорю, мы можем еще раз помолиться, у нас как раз, вот, мы молимся за это. Ну, да, помните, мы в последнее время, по средам, там, проводим эти собрания. Освобождение, так сказать, и исцеление. И помните, вот, то, что я ему говорю, то, что, ну, может быть, то, что вот я за тебя помолился, это произошло разрушение каких-то там твердынь, но надо еще, надо это закреплять, чтобы, вот, я говорю, даже если, может быть, эта болезнь не пройдет, да, но то, что тебе надо, это то, чтобы ты закрепился в том состоянии, которое ты получил, которое тебе понравилось, чтобы враг через эту болезнь, он не загнал тебя опять в угол, и ты опять вот через, не вошел в это уныние. И он говорит, да, да, я понимаю, я хочу, то есть, и уже, ну, зрелое, зрелое, здравое, поэтому, в принципе, мы с ним договорились, что он в среду приедет сюда, и мы проведем собрание, и как бы помолимся, и он засвидетельствует о том, как бы, что у него произошло. Ну, и я, я не знаю, я верил, я знал, я когда еще помолился, я тогда почувствовал, вы думаете, это так легко помолиться за человека, вот так вот, разговаривая с ним, сказать, давай я за тебя помолюсь, это очень нелегко, он, это нелегко решится, плоть она не хочет, нужно, ты волнуешься на самом деле, ты не знаешь, что до конца говорить, но просто все мое нутро мне на тот момент подсказывало, что надо молиться, что это действенно, что это действует, у меня была вера, что, что Бог будет действовать, что Бог хочет, и все, я использовал вот эту свою веру, а у него там, может быть, не было на тот момент веры, но что-то произошло с этим человеком. Понимаете, я, ну, я верю на самом деле, и когда такие свидетельства происходят, очень вдохновляешься на самом деле, что Бог хочет, чтобы мы созрели, как христиане, и начали действовать тоже, потому что Он действует через нас, через нашу отдачу, потому что мы иногда, ну, про каких-то людей там, вот, говорим, братья, вот это не хочет ничего, вот это там грешит, вот это опять там свое, а я говорю, а ты молился за Него? Ты ходил с Ним молиться? Нет. Ну, а что ты хочешь тогда? Что ты хочешь тогда? Как Бог будет давать свое исцеление, свое свидетельство? Однажды Петр, вот, первый раз, когда он попробовал эту силу, они шли в храм с Иоанном вдвоем, это после того, как Иисус уже умер, воскрес, они шли в храм и видят, слепой сидит и просит милостынь, и глядит на них, и ждет от них что-то, и вот, что думал Петр, как он мыслит? Понимаете, он имел обетование от Христа, что вы сделаете больше, чем я, но как пробовать, как начинать это делать? В какой момент? Пройти опять мимо Него и потом подумать, ну ладно, в следующий раз сделаю, или все-таки подойти к Нему, как Он, да, искал, посмотри на нас, тот смотрелся на него, серебра и золота нет у меня, но то, что я имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа, встань и ходи. И дал Ему руку, и начал Его поднимать. И все, и хромой встал, и укрепился, и мы все знаем, многие знают эту историю. Вот, поэтому Вадима и Духом Божьим, Суть Сыны Божьей, и мы должны пробовать это. Мы должны пробовать эти вещи, которые Бог говорит, что мы можем делать. Потому что у меня нет большой веры молиться за людей, именно за исцеление, пока нет. Но молиться за освобождение, за то, что Свет Божий пришел в жизнь, я это понимаю. Как-то вот у меня есть на это вера. И это на самом деле даже важнее, это главнее. Слава Богу! Аминь! Аминь! И я вот лично уже как-то немножко в шоке. Мы уже обрастаем этими свидетельствами. Мы уже действительно начинаем делать какую-то работу. И должны продолжать. И будем продолжать. И если вот даже в начале такое происходит, то что будет дальше? Аминь! Аминь! Просто давайте верить, верить Богу, что Он призвал. У меня для этого все подтверждения есть. И периодически я у Бога опять прошу, и Он дает. И это реальность на самом деле. Нет ничего лучше, чем видеть действительно вот это проявление Божье, настоящее, когда Бог движется. И я был рад, потому что когда он мне заправил этот кондиционер, я говорю, сколько я тебе должен? Он говорит, ничего не должен. И мне приятно стало, потому что, ну, потому что этот человек, ну, я помню, я у него там, у него были кризисы, там, и я у него тоже какие-то вещи там покупал. И я понимал, как он относится к деньгам. И я на самом деле способен был заплатить, и это нормально было, чтобы он, ну, мне там, за 50% даже сделал. Вот, но этот человек, как бы вот, действительно что-то получил от Бога, понимаете? Действительно, по-настоящему что-то получил от Бога. И не хочет больше это отпускать, и ему нравится это. Поэтому я хочу вас вдохновить, чтобы вы желали тоже получить что-то от Бога. Освобождение, исцеление, кому нужно. И Бог живой. И, ну, ладно, это отступление такое небольшое. Давайте откроем Первое Царство. Первое Царство, 21 глава. Вот Давид, да, когда он начинает, мы просто про Давида говорили, и я как-то хочу по Давиду побольше поразмышлять, потому что он очень сильный пример победной христианской жизни, жизни в духе. И все вот эти моменты, все эти принципы, которые происходили с Давидом, как раз нам очень нужны сейчас. Именно нужны для того, чтобы тоже как бы идти по Давиду, идти по Христу, потому что Давид, он тоже как... Даже Христос шел по Давиду. И Давид по Христу, и здесь вот есть такой момент, когда Давид начинает вот это самостоятельное движение свое. Когда он от Саула убежал, когда тот его хотел убить, и он прибежал к священнику, знаете, да? И ему тот хлеб, ну, говорит, дай мне хлеба поесть, и мне и людям, ну, у меня нет обычного хлеба. Он говорит, ну, дай мне священнического. Ну, и он получает там вот этот священнический хлеб. Это как прообраз того, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из Божьих. Это то же самое, что с Иисусом в пустыне тоже происходило. То есть, вот как Иисус в пустыню, да, был написан выброшен духом, поведен духом после того, как крестился от рана Крестителя, да? Точно так же и здесь Давид. Это прям очень похожие как бы истории. То, что Давид попадает тоже, начинает это, свою пустыню, вот этот свой заход в пустыню. И первое, что Бог начинает его учить, это питаться Словом Божьим. Не хлебом единым жив человек. И вот эти вот священнические хлебы, они олицетворяют вот это Слово Божье. И помните, Иисус в пустыне, да, ему дьявол первый раз подошел и говорит, ну, сделай, если ты Сын Божий, скажи тогда этим камням, чтобы они хлебом сделались. Иисус говорит, не всяким хлебом, но Словом Божьим всяким. И отверг вот это, да, предложение святоестественного. И так же вот Давид начинает свое хождение с этого, да. Но там был еще один момент. Я сейчас не про хлебы хочу говорить. И сказал Давид Ахимелеху, вот этому священнику, 8 стих, 21 глава. Нет ли у тебя под рукой у копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия. Так как поручение царя было спешное. И сказал священник, вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил вдали недуга, завернутый в одежду, позади Ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь. Меня коснулось вот это слово, я услышал. Я сначала услышал в проповеди, но я как бы вот даже объяснение там не услышал. Но меня коснулся вот такой важный такой момент. Знаете, в Библии ничего просто так не написано, да. Вот смотрите, мог бы просто, да, в Библии быть написано, что вот меч Голиафа, возьми его. Но что здесь написано? Меч, которым ты поразил. Не совсем. Я думаю, это тоже наверняка какие-то моменты. В Долине Духа, вот завернутый в одежду, позади Ефода. Позади Ефода. Вот вроде как просто, да, описание того, что это значит, да, что сначала Ефод, а потом меч за ним. И вот меня вот это коснулось, что меч, он за Ефодом. Что такое Ефод? Знаете или нет? Не стал изучать, что такое Ефод, наверное, можно просто даже, чтобы не углубляться. Но это, по-моему, священческая одежда, или то, что они надевают для богослужения. Открывал. Да, однажды вот там Давид танцевал в голову перед Господом, когда они несли ковчег в льняном Ефоде тоже, да. Вот, тогда вот это вот слово, понимаете, что меч, который ты возьмешь, то, что тебе нужно оружие, чтобы вот это оружие, оно находится позади Ефода. И вот я сейчас вам прочитаю ситуацию, как работает Ефод. Первое про Липоменон. Так. Нет, давайте Первое Царство тоже, 30-я глава. То есть мы сейчас говорим о начале пути. Мы сейчас находимся в начале пути. Почему я тоже хочу эту тему сейчас говорить? Почему вот эти вот моменты? Мы находимся в начале пути. Находимся вот именно, да, мы строить хотим. Нам еще ой-ой-ой, сколько впереди, да. Нам трудновато вообще, да. У нас есть слово от Бога, да, что у нас получится. Что это Бог нас призвал. У нас есть подтверждение периодически, да. Но то, что нужно сделать, вот эта вот задача, да, и те обещания, которые у нас есть, они намного превышают, чем то, что у нас есть, да, физически. Да, вот, кстати, помните, я вам в прошлый раз говорил, что все, что было у Давида, это слово от Бога, что он будет царем. В тот момент, когда был другой царь, у которого было целое царство, у которого были дети, для того, чтобы передать это царство, представляете? И он бы передал детям, Саул, ни в коем случае не передал бы Давиду, да. Но слово от Бога было. И как вот ему было вот с этим жить, да. И помните, мы говорили, что, ну, под это слово потом, под Давида перетекло все остальное. Да, когда он начал вот это самостоятельное движение. И здесь мы смотрим, с чего Давид начинает самостоятельное движение, да. То есть вот это вот ушел, попал к священнику. Первое, что хлебы не будем изучать, но потом меч, мне нужно оружие, да. Нам нужно оружие, чем мы будем воевать, да. Нам нужно оружие, и, ну, в чем это оружие? Ну, это оружие находится, где? Позади Ефода, правильно? Позади Ефода. А Ефод, это вот эта вот священническая вещь, которая вот как раз помогает нам взыскать Бога. И вот давайте мы прочитаем. В 30-й главе я говорил как-то про эту историю. Вот когда Давид уже там дальше жил у филистимлян, воевал там. Саул как раз там собирался на битву с этими филистимлянами. Давид тоже хотел туда пойти, но его филистимляне отправили. Нет, он говорит, он в момент битвы перейдет на сторону Саула, поэтому давайте мы не будем Давида брать. И вот написано, Давид возвращается. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сигелак, амаликитяне напали с юга на Сигелак и взяли Сигелак и сожгли огнем. Сигелак это был вот город, где Давид остановился. Где он жил, и жил его весь стан вот этот, он со своими людьми воевать ходил, с сильными, да, с мужиками со всеми. А жены, дети, старики были там. Амаликитяне напали с юга на Сигелак и взяли Сигелак и сожгли огнем. А женщины, всех бывших в нем, от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем. А жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним вопы, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида. Ахинуама из Риэльтианка и Авегея, бывшая жена Навала, Кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Представляете ситуацию? Представляете ситуацию просто вообще? Ты начинаешь, да, что-то делать. Ты начинаешь двигаться, ты вроде он уже все, он уже вот... что-то укрепил, какие-то позиции, у него уже там есть свой город, есть люди есть, и финансы есть, оборот какой-то уже движется, уже занимается, и вдруг бах, и просто ничего нет. Вообще просто так враг разграбил, пока он там воевал, пока он там занимался. Духовные вещи, правильно или нет? Мы понимаем, что вот Давид участвовал в войнах Господних, он там со своими отрядами разбивал врагов, не оставлял в живых там никого, свидетелей не оставлял, ну именно из других народов, не у филистимлян там, по краям. Ну, выполнял вот это вот слово, то, что Бог сказал, что он очистит землю от врагов. И Давид этим занимался, то есть он находился в воле Божьей, да? И вот каково это, да, принять иногда, вот такую ситуацию, что ты выполняешь волю Божью, и вдруг у тебя в твоем доме такая разруха. Камнями побить хотели его, представляете? Я уже говорил как-то про эту историю, но мне просто, она держит, она мне нравится. Потому что, ну, очень может быть похоже, знаете, потому что мы что-то делаем, что-то стремимся, чем-то увлечены, за что-то можем не заметить, и придут какие-то ситуации. Но прошлую тему, помните, Николай Руслан говорил, когда я говорил, что мы говорили, что Бог все содействует на благо тем, которые любят его. Как, опять же, вот это вот поверить в то, что такая ситуация может свершиться на благо. Но Бог, потом, сейчас мы увидим, Он эту ситуацию на благо выворачивает. Понимаете, вот после того, как они пошли, победили, забрали вот на эти отряды, они стали еще богаче, чем были до этого момента. Они стали еще сильнее, стали еще вдохновеннее там и так далее. Но Давид не бросается, сломя голову на них, не берет свой мяч и побежает, понимаете? Те отряды были очень огромные. Это как саранча, эти англокитяне, их там большое множество, они просто ходили, грабили. Ну, вот представьте, то есть какова печаль вообще вот это все. Написано там, вопль подняли сильный, народ столько плакал, что силы в них не стало даже. Плакать силы, не то, что там идти куда-то, плакать силы не стало. Да, побить камнями хотели Давида. Такая вот история происходит. Но Давид. И теперь мы вот как раз и говорим, то что мы можем духом побеждать. Понимаете, вот все, что ему нужно было, это начать думать духовно. Начать думать духовно. Помышление плотские, суть смерти, помышление духовной жизни, мир. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне Ефот. И принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища? Да, он его даже называет полчищем. Понимаете, преследовать ли мне это полчища? И догоню ли их, и сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Как круто, нет, получить такое слово как бы от Бога. Но вся фишка в чем? Принеси Ефот. Принеси Ефот. Он не просто воин, но он воин, который хочет воевать духовно по слову Бога. То, что он готов остановиться, он не просто там сломя голову сейчас бросится и непонятно куда. Да, и почему нужно было вот это слово ему? Потому что потом, когда они стали гнаться за этими людьми, да, и вот тут написано. И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывших с ними, и пришли к Васору, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам, и 400 человек. Сам, и 400 человек. 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Васорский. То есть мы видим, что они берут 600, начинают двигаться. И 200 говорят, мы не можем, все, нет сил у нас дальше двигаться. Но 400 двигаются, потому что Давид двигается. Почему Давид двигается? Потому что Давид получил слово от Бога, что он догонит и заберет. Что? Слово Божье не может быть неисполнено, если ты его получил, и ты его начинаешь воплощать в жизнь. Но вся фишка, что тебе делать, тебе бежать, тебе работать. Понимаете или нет? Я понимаю просто, что перед нами, вот я говорю, я это хочу тоже, вот к тому обращать внимание, то, что мы сейчас живем, как мы сейчас живем. Что мы видим, как периодически кто-то устает даже, да, и не может продолжать следовать за этим видением, за этим словом. Но мне нравится, потому что это все равно были его люди. И там, знаете, написано, когда они вот тут вот в конце, я просто вам прочитаю сразу. Два стрички. Представляете, даже в самом деле здесь написано, и пришел Давид, 21 стих, и пришел Давид к тем двустам человек, которые не были в силах идти за ними, да? Ну не было сил на самом деле у людей. Ну не было. Нормальная ситуация, ослабленная, не было веры, не было этого видения, ослабленная. Но они пошли с ним изначально, правильно или нет? Для Бога это уже ценно, на самом деле. Поэтому мы, да, мы продолжаем молиться за этих ребят, да, вот, которые тут начали с нами, да, которые, может быть, не в силах, нет увидений там и так далее. Бог, ну, благ на самом деле. Поэтому мы не должны обозлиться на этих людей, которых он оставил у потока воссор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить. Представляете, вот из тех 400 человек еще были злые и негодные, которые с Давидом ходили. Поэтому тоже нужно быть осторожными, да, чтобы вот, ну, не быть, не быть таким человеком. За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет. Но Давид сказал, не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас и предал в руки наше полчище, приходившее против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть, ходившим на войну, такова часть, должна быть и оставшимся при ободе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после, и поставил он это в закон и правила для Израиля до сего дня. Вот. Поэтому, те, кто бежит, те, кто идет, радуйтесь, что есть силы, что мы можем. Остерегайтесь для того, чтобы не быть просто злыми и негодными, для того, чтобы, да, не иметь такое сердце, которое не способно делиться, не способное видеть, от кого приходит победа, победа на самом деле, да. И там в итоге была очень простая победа. Когда они, вы знаете, мы иногда думаем, ну, почему Бог не дает иногда сейчас быстрее догнать, быстрее догнать, да. И они долго за ними гнались, долго за ними. Они их там даже искали, не могли найти, нашли египтянина, тот сказал, они там, в долине. Но они их нашли, когда они пьяные спали, понимаете. И они напали на них, все, разбили их полностью, в ух и прах забрали все, что нужно, да. Поэтому вот я говорю, что Бог, Он знает, как устраивать, как своих людей водить, понимаете, духом. Как, в какой момент привести их, да, потому что вот приди они там раньше на два дня, когда те еще не пьяные были, да. И неизвестно, какая битва была, и неизвестно, как бы они бы, да, как победили. Но все так устроилось, на самом деле, в этой ситуации, что эти все полностью расслаблены. То, что за ними никто не гонится, и ничего им за это не будет, они просто пируют, жируют там и так далее. Потеряли бдительность, и раз, и все. Понимаете, и, ну, я вот, я все жду, я все жду, когда же мы этих пьянокам и ликитян, ну, я имею в виду, да, это в чем, да, это вот в чем выражается. Может быть, в работе, да, может быть, какие-то объекты нам попадутся хорошие, да, где мы сможем что-то продвинуться там, или еще что-то. Но только Бог знает, как бы, да, для чего Он нас готовит и когда будет, да. И мы знаем, что, ну, я вот верю вот через эту ситуацию, что там, там, чем-то дольше, да, преследуешь, тем, может быть, будет круче, на самом деле. Но самое главное, то, чем мы начали, то, что Давид принес Ефов, да, и попросил Бога, идти, иди, догоним, догоните, заберем, заберете, все, побежали. Понимаете, мы вот это должны научиться делать, должны научиться искать Бога во всех вот этих ситуациях, чтобы вот иметь это слово от Бога, чтобы иметь эту уверенность, чтобы силы не закончились. Потому что, на самом деле, ну, человек может много, да, вы знаете, ресурсы человеческие, они как бы не, я не знаю там, где у них ограничения, да, на что человек на самом деле способен. Понимаете, мы можем многого добиться, лишь бы вот получить это слово. Я это прям вот ощущаю, я это понимаю, просто нужно где-то взять это вдохновение, эту силу. Многие люди сейчас скулят, да, в этом мире, но, что вот система, мы мало зарабатываем, ничего не добьешься, коррупция там туда-сюда. Но помимо этого есть очень большие возможности все равно вокруг в мире. То есть, мы просто нужно иметь вот это усердие больше, чем у обычных людей. Понимаете, иметь больше сил, иметь больше вдохновения, иметь какую-то сверхъестественную мудрость от Бога для того, чтобы уметь принимать решения, да, действовать более умело. И можно обогнать, потому что мир, он тоже как бы, да, вот сейчас, да, люди даже, да, которые там, может быть, занимаются в каких-то отраслях, в отрасли бизнеса, там, или еще чего-то, экономики, да. Есть же очень много людей, которые зажрались, понимаете, они награбили, они награбили, потому что у них были возможности, потому что они сильнее. Как вот здесь мы видим эти амаликитяне, да, они обобрали людей, обобрали народ и кайфуют, да. Мы новости же получаем от мэра, помните, там, какой-то мэр, там, или не мэр, или губернатор, у которого была целая квартира, которая просто бабками была завалена. Понимаете, просто деньгами. И вот, это, это, это пример про это примерно. Понимаете, сейчас все войны, они такие вот экономические. И я говорю не к тому, что, ну, я уже это говорил, то, что не в деньгах дело, а дело вот в этой силе, в возможности, понимаете. Потому что если мы станем сильными, уверенными, хорошо стоящими на ногах, чисто, да, экономически, финансово, физически, морально, духовно, да, научимся, да, хорошо и эффективно работать, управлять своим имением, грамотно вкладывать финансы, не быть жадными, уметь возможность терпеть, развиваться. Это все для нас, на самом деле. Понимаете, не нужно отделять, ну, реальную жизнь от духовной жизни. Понимаете, Бог хочет, чтобы его народ, он жил. И не было бы написано, что, да, ты будешь пасти жезлов железных язычников. Что это значит? Что ты будешь на высоте, вы будете как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых ногами. Это о чем? О том, что мы толстыми будем, мы пеннадцать будем ходить? Нет. Это о том, что мы будем экономически, морально, духовно стоять крепко, твердо на ногах, иметь хорошую систему управления, и через эту систему влиять на общество, на мир, завоевывать это, завоевывать людей, завоевывать души, приобщать их к этому. Понимаете, я в этом вижу завоевание мира Богом. Понимаете, просто, но, просто сыновья должны быть взрослыми. И в первую очередь, прежде чем махать мечом, мы должны научиться искать Бога во всех этих ситуациях. И дальше есть очень интересная история, тоже про Давида, когда вот он уже воцарился, как он, опять же, воюет ефодом в первую очередь. Потому что они мечом. И давайте мы прочитаем, вот первое, Паралипоменон, четырнадцатая глава. Паралипоменон – это летопис, да? Правильно? Паралипоменон, четырнадцатая глава, 28 стиха. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем. И поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаима. «И попросил Давид Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян, и предаш ли их в руки мои? И сказал ему Господь, иди, и я предам их в руки твои. И пошли они в Ваал-Парацин, и поразил их там Давид, и сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукою моею, как порыв воды по всему, и дали имя месту тому Ваал-Парацин». Мы видим, опять же, Давид, все, он уже будучи царем, у него большая армия, филистимляне пошли, и он не идет на них просто легкомысленно. Он идет, и уже дошли, и он начинает выпрощать Бога. Хорошо, идти на них, Бог ему говорит, иди, поразишь. Все, он укрепляется, и уже идет, и уже не остановит. Вы же, ну я не знаю, я раньше этого не понимал, на самом деле, но битвы, они выиграются часто духом, знаете, вот какие солдаты духовно, то есть, понимаете, более будут там злей, напористей, понимаете, и когда уже другие начинают бежать, все, у них уже паника, они уже не в состоянии развернуться и опять воевать, понимаете, все, уже напор. И вот они вот таким образом побеждали, то есть вот эта вот уверенность Давида, уверенность, полученная от Бога, из-за того, что он попросил, что он победит, просто не оставлял шансов врагу, он просто пер на врага и все. И враг был разломан. Но дальше идет очень интересное продолжение этой истории. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжение огнем. И дальше прям пишет. И пришли опять филистимляне, и расположились по долине. И еще попросил Давид Бога, и сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них, и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум как бы шагов, на верши тутовых дерев, тогда вступи в битву. Ибо вышел Бог перед тобой, чтобы поразить стан филистимлян. И сделал Давид, как повелел ему Бог. И поразил стан филистимский от Гаваона до Гейзера. И пронеслось имя Давидова под всем землям. И Господь сделал его страшным для всех народов. Вот видим, да, как Давид воюет, да? То, что первый раз идти, иди напрямую, все, поразишь. Второй раз идти, по идее, да? И вот самый важный момент, на самом деле. Вот здесь. Я вижу, что здесь вообще существует прям вот, ну, на самом деле, для христиан, для всех, как бы, вот, ловушка такая. Начать поступать, как он поступил до этого. Как он побеждал. Понимаете, вот у нас что-то, в чем-то получилось. Мы, понимаете, какое-то откровение, мы им победили. И мы начинаем иногда, это называется, двигаться собственным опытом. Понимаете, когда просто ты уже вроде как знаешь, да ладно, побеждали, уже филистимлян еще раз победим. Понимаете? Но у Давида, вот, он не знал. Понимаете, то, с чего мы начали. Дух дышит, где хочет. И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И Давид опять, не знаю. И он относился с уважением к врагу. Понимаете? Мы должны это тоже понять. Вот это, мы сейчас филистимлян должны иметь, ну, для меня филистимляне, это больше, как бы, плоть. Понимаете? То есть, как бы, восстать против плоти. То, что помышления плотские. Против греха восстать, да? То, что, вот, победить это плотское мышление, которое нас вот так вот, против нас восстает. И я говорю, что его просто опытом не победишь. Только через откровение Божие, все же, через Слово Божие. И вот ему Бог говорит, возвал он опять. И Бог ему говорит, не ходи прямо. Вот сейчас в лоб не иди. Уклонись и иди к ним со стороны тутовых деревьев, да? Сбоку, с рощи. И он говорит, и когда услышишь шум, как бы, шагов, вот, там, ветер подует, то есть, опять же, да, мы видим, что вот, фу, враги не ожидали. То есть, вот эта вот неожиданность, то, что там, да, как бы подул ветер или что-то, фу, и тут ветер подул, и Давид выбегает на этих врагов, и они опять в шоке. Вот он. И мне нравится вот, ну, именно, именно вот такая ситуация. Я сам, ну, обжигался через это, что не один раз, как бы, да, когда, я помню, была какая-то ситуация у меня, и я успевал попросить Бога в этой ситуации, как что делать, из-за того, что действительно не знал меня, эта ситуация так, ну, была против меня, я не знал, как поступать. Ему просил Бога, раз пришла мысль, я поступил, я победил, я помню. Раз, и так легко оказалось, что... Не буду сейчас вам прям суть рассказывать о этом, такие бытовые даже больше вещи. Но помню, я... Мне так понравилось, как я победил через это откровение. И потом пришла эта же ситуация, похожая, опять практически так же, с той же стороны эта ситуация пришла. Ну, а я уже знаю, как поступать. Понимаете? И я начинаю практиковать то, как я поступал. И попадаю в поражение. И происходит прям реальное поражение. Я вижу, что мне, ну, долгое время пришлось из-за того, что я просто поступил. Вот это называется поступить по плоти. Понимаете? Поступить по плоти. Поступить по тому, как ты научен, как ты знаешь. Поэтому я вот вам, да, постоянно говорю, ребята, те, кто были в роту особенно, давайте мы будем, выкинем из головы, что мы видели там, как мы видели там. Мы не будем поступать по плоти просто потому, что мы научены так поступать. Да, мы видели, мы это практиковали. Мы там были вот так. И ты, да, как ответственный, там, я не знаю, себя ведешь. И Бога надо искать в первую очередь. Бога надо искать. Надо быть пропитанным Богом. Надо быть Богом, попросить Бога. В каждой ситуации ты увидишь, как придет мудрость, придет еще что-то. А если не попросить, там будет все. Гордость, обида не получилось. И почему расстрой, почему не устроить, почему не побеждать, почему в поражении. Потому что по плоти воюем. Потому что просто на опыте. Потому что вот когда-то так победили, и сейчас вот в лоб тоже идем всем этим ситуациям. Поэтому Иисус говорит, будьте мудрые, как змеи, простодушные, как голуби. Понимаете? Мы должны научиться пользоваться вот этим гефодом. Прежде чем мечом. Прежде чем воевать. Прежде чем принимать решения. Прежде чем поступать как-то в каких-то ситуациях. Взыщи Бога. Взыщи Бога. Получи от Него слово. Как поступить. Сделай вот эту паузу. Ну я на днях опять вот. Мне так нравится. И надо переживать вот эти штуки. Потому что, ну... Я с женой чуть-чуть ругался на днях. Ну обычная бытовая ситуация. Если кто знает, с женой их всегда ругаются. Да. Ну я на самом деле вижу, как я мало очень ругаюсь. Бог благословил на самом деле. Но иногда мало, но серьезно. И ну просто и все. И я уже готов был поступить как я хотел. Просто как обычно уйти там. И все. И двигаться вот по тому, как я как бы привык. Я знал, что, ну, помиримся. И как бы... Ну, я обижусь, накажу немножко. Пусть знает. Нужно вот так вот. Но я просто понял, что, ну... Я потеряю время. Хорошее время, которое мог бы просто... Потому что... Жена в отпуск приехала. И ей тоже там трудно. Ее какие-то моменты мучают. Но у меня есть вот эта вот плоть, Которая мне не позволяет. И я взыскал Бога. Я вот прям... Это такая достаточно для меня редкая ситуация была. Я просто взял, остановился и взыскал Бога. Просто. Ну, Бог. Если ты что-то можешь сделать, Ну, ты укажи, скажи, сделай. Я готов. Как бы вот и так, и так. Я возьму паузу. И я взял просто паузу. Не стал принимать никакое решение. Я просто сказал, возьму паузу. Я не знаю как. И очень быстро... Пришла победа. Очень-очень быстро. Все наладил, все хорошо там. И так далее. То есть... И я просто вижу, что я не потерял время. Вот все самое главное. Понимаешь? Не потерял время, не потерял нервы. Я не стал поступать как эгоист. Как бы только, понимаете? Потому что мог через это что-то жене доказать. Но я понимаю, что она сама страдает от этого мышления плоскового. Я должен в какой-то ситуации поступить выше нее, больше нее. Взять на себя как бы это, понести там. И ничего понес, разрулил. Я говорю, но для меня вот был вот этот момент. То, что я благодарен Богу, что Он меня побудил, что Он меня учит. Именно вот взять и взыскать Его. Не принимая решения еще никакого, пока еще решение не принято. Понимаете? Я вот что вам сегодня хочу передать. Научитесь искать Бога открытым сердцем, пока еще решение не принято. Или даже если принято, даже ты решил, хочу принять это решение. Но ты возьми, отложи и скажи, Бог, помоги мне принять решение. Может быть, что-то дашь. Может быть, как-то проговоришь. Я предоставляю тебе эту возможность. Вот они живые отношения с Богом. Настоящие живые отношения с Богом. Духовные. Когда мы уже поступаем не по плоти, не по эмоциям, не по обиде. Понимаете или нет? А просто вот способны взыскать Его. И вы понимаете, что, ну, если там, например, я понимаю, что если ничего не произойдет, иногда, может быть, и нужно обидеться. И это тоже нормально, на самом деле. Потому что иногда только так можно, там, как-то победить в этой ситуации или как-то научить, там, да, грубо говоря. Бывает такое. Да, даже Библия нам говорит, что вы друг с другом ссоритесь, вам лучше оставаться обиженными. Понимаете? То есть, как бы, это тоже, как бы, ну, бывает. И ничего в этом такого прям нет. Понимаете? Потому что если ты, ну, обижен, ты обижен, все, что. Но возможность взыскать Бога, она делает качественнее нашу жизнь. Лучше, успешнее. Понимаете? Чем мы быстрее начнем вот это научимся, этому, тем будет лучше. И не поступать именно по плотину, когда второй раз. Первый раз пошел так. Не факт, что второй раз будет. Нужно идти так же. Взыщи Бога. Да, у тебя есть опыт. Это твой друг хороший. Если Бог скажет, поступай так же, поступай так же. Ничего не скажет, поступай как хочешь. Это тоже нормально, потому что ты взыскал. У тебя уже есть уверенность. Ты взыскал. Бог может через твой дух говорить. Но вот эта пауза, это очень важная вещь. И последнюю историю я тоже хотел на эту тему рассказать. Я ребятам тут вагонщик делился. Вот именно тоже про вот этот вот момент, как Бог иногда побеждает духом. Как иногда, говорю, попросив, взыскав Бога и поступив по Его Слову, потому как Он сказал, ты на самом деле можешь так двигаться, как другие не могут двигаться. Не дано им, понимаете? Если мы научимся вот применять это на практике, я вам говорю, ничто не сможет остановить. Вот как Давида. Я в это верю и хочу, чтобы это происходило. И Бог всячески показывает, что это так. И мы можем на этом стоять через эти истории с Давидом. Помните, может быть, кто-то был здесь, может быть, нет. Когда это было? Наверное, года полтора. Я помню, у нас был один объект. Достаточно-то, ну, объект вроде был ничего. Помню, что там Леха работал, это мы делали клиники, медуниверситет. У нас еще центра не было. И мы его как бы делали, делали практически уже там к сдаче дела. И там начальник был один ужасный, который вот как раз должен все подписать. Если кто знает, что такое вот как бы бюджетные эти вещи, что тебе должны все подписать, принять, потом тебе деньги перечислятся. И там еще вся фишка в этих всех объектах, то, что ты все делаешь за собственные деньги. Да, вот мы там с миллионом делали это за собственные деньги. То есть ты вкладываешь полностью свои деньги, материалы, людям зарплату платишь, все, там несколько миллионов. Я не помню, там, может быть, было двух или трех миллионов или с чем-то там, да. И потом, когда ты сдал, когда тебе поставили подпись, все, государство тебя уже перечисляет, да. И ты с этого уже гасишь то, что ты затратил и что-то можешь заработать, да, если получится. Вот. И да, действительно так, очень трудно, сложный бизнес, не всегда получается, иногда в ноль работаешь. Но тем не менее. И вот попался начальник, ну просто, вот, неадекват, вот, бывает, вот, царь просто, вообще. Он недавно зашел на должность, там, я не знаю, он, по-моему, бывший, как про него идут всегда же слухи какие идут, кто он, там, бывший ФСБшник, все сразу там боятся, и человек такой очень властный, и разговаривать с ним практически невозможно, он просто вот несет там, и у него совершенно нет никакого понимания, ему вообще, ну, все равно, до тебя, до твоих проблем, что ты тут деньги вложил, что тебе их нужно забрать, ему, если тебе не заплатят, он, ему все равно будет. И приемка была очень неадекватная, то есть делали все, что в процессе всего объекта ведутся, как переговоры, нормально, нормально, делаем так, делаем так, делаем так, делаем. И вдруг в конце он там говорит, мне вообще ничего не нравится, мне не вот это, не надо, и вот это переделать, и вот это все, и вот это переделать, и вообще вот это вот, и так далее. Мы как бы в шоке, ну, ладно, ну, мы что-то начинаем, там, ну, вот это переделаем, там. И, ну, просто в шоке вот от этой всей ситуации. И, можно сказать, ну, мы же тоже фирма, которая, в принципе, защищена правами, государством, да, мы можем пойти в суд против этого неадекватного начальника, да, и мы вот с своим компаньоном начинаем там тоже, да я не знаю, он, что он там вообще, он вообще погнал, что ли, мы, да, елки-палки. А тому вообще все равно, он начальник. И мы вот начинаем так, и Никита, мой компаньон, начинает уже подумывать там о суде, туда-сюда, может быть, это. Да, но вы знаете, что такое суд вообще? А суд с государством это вообще. Это вот ты будешь судиться, ты будешь нанимать адвокатов, ты будешь нанимать, проплачивать за эти судебные неустойки, ездить, экспертизы, тебе приедут, начнут проверять весь твой объект, по-любому найдут нарушение, потому что невозможно сделать все прям вот адекватно, потому что хотим заработать, на чем-то экономим, где-то что-то поменьше слой, или еще что-то. Ну, короче, это вообще жесть. Ну и ситуация очень жесткая. И я вот, помню, я был на собрании, я решил попросить Бога. Прямо, я помню, это было, для меня тоже это было нестандартно, мы прям вот сидели, там, кто-нибудь были, они помнят. И я встал, вышел, вот, просто шла молитва. Вдруг там посередине, там, молитва, я просто встаю, говорю, ребят, и я просто думаю об этой ситуации. Почему я попросил, я просто нашел себя, что я, ну, мы в тупике вообще, в таком находимся. Я не знаю, что делать, просто этот человек, он тебя даже провоцирует, он вызывает тебя на конфликт, он говорит, да я вас не приму ничего, я... Он, и это мне не нравится, и это мне не нравится, и переделывайте, и... Ну, мы думаем, ну, через суд тогда примешь, там. Ну, у нас такие уже мысли. Мы же тоже крутые, мы же ферма, там, куда-сюда. Ну, я вот решил Бога упросить. Просто вышел, и мы, говорю, вот, поддержите меня, как церковь, давайте помолимся за эту ситуацию. У меня как вера, как была. И все, мы помолились, да, чтобы его разрушил. Мы думали, что Бог сокрушил, там, этого человека, как-нибудь, там, во сне приснился ему что-то, или что-то вот такое произошло, естественно. Но я помню, я не помню, в это собрание, все, по-моему, в это. Мне приходит слово. Мне начинает крутиться один стих, который вы все не любите, и практиковать это точно. И я даже слышал, вот, потом мы разговаривали, а взрослого христиана, он говорит, а я тоже не знаю вообще, что это, как это практикать. Помнишь, когда Иисус говорит, он говорит, то, что если тебя заставляют пройти одно поприще, пройди два поприща. Если с тебя снимают нижнюю, это, рубашку, то и отдай ему верхнюю одежду, да, не противься злу, побеждай зло добро. И у меня вот именно вот этот, вот этот вот стих просто. Раз, и начинает крутиться. Я, честно говоря, это было, что мне поразительно было, это было для меня нелогично. Знаете, иногда каким-то откровением приходишь через как-то вот логику, и тебя туда выруливает. А здесь просто как вот без какого-то контекста, просто стих, и все. Но я начал о нем думать, я начал о нем думать, и потом я его начинаю, я его начинаю применять к этой ситуации. И так уже сначала в своей голове, думаю, ну, заставляет, заставляет нас, вот, переделывать там. То есть пока еще нас же просто на конфликт вынуждают. Нам просто говорят, переделайте, ничего не будем, переделайте. Но мы же гордые, правильно или нет? Мы же как бы уважаем там свой труд, труд ребят, там, туда-сюда. Невынужденные затраты, нам хочется сказать, ты пошел, ты сам переделывай, хочешь это, пойдем в суд. Знаете, вот так легко иногда людям. У меня есть мои права, я пойду с тобой судиться. Ну, что нам Иисус говорит? Если собрался с кем-то судиться, то пока не дошел до суда, мирись, дурила, мирись. Потому что, говорит, придешь в суд, и оттуда уже, если вдруг там тебя судят, вот там будешь уже все отдавать. Представляете, Иисус нас учит, чтобы мы так жили, это мудрость на самом деле. Хотя, понятно, это не всегда, не во всех ситуациях. Мы потом разговаривали с одним человеком, он говорит, ну, а что ж ты тогда везде так не поступаешь, вот, где тебе? Я говорю, ну, не везде такие ситуации, не везде меня заставляют пройти поприще с этим человеком. То есть, не везде есть власть у человека на меня вот так влиять, понимаете? То есть, у человека нет власти, авторитет, конечно, я же не буду там все время для всех вот делать то, что меня хотят заставить. Но в этой ситуации я действительно оценил, вот у этого человека есть власть. На самом деле. И он просто вот, пользуясь этой властью, вот это вот все оставляет. И я помню, я пришел прям к этому своему партнеру и говорю, вот так вот. И я ему прям даже засвидетельствовал. Я говорю, я перед Богом эту ситуацию поставил, потому что мы были оба в шоке, и мы взяли какую-то паузу, чтобы подумать, что делать. И он уже вот больше склонялся к суду, ну как бы идти в суд там и так далее. Я говорю, я получил, говорю, слово, вот пришел стих, вот так-то, так-то, вот такой-то стих, я прям этот стих прочитал. Я говорю, ну что мы потеряем, я говорю, ну вот они сейчас нас заставляют переделывать, да? Ну потеряем мы тут максимум 50 тысяч рублей. Еще тут докупим материалов, я говорю, ну это максимум. А если даже еще попробуем это, сейчас тут чуть-чуть, тут почистим, тут поменяем. Главное просто, ну переделать. Да, переделаем, да, хорошо. Ну делайте, да, переделаем, хорошо. И мы начинаем занимать, я вот его уговариваю, ему рассказываю, как бы вот. И мы начинаем занимать с ним такую позицию просто резиновую, знаете, долготерпение. Прям вот просто играть с ним вот в эту ситуацию. Он ходит к нему, он говорит, ну что, вот мы вот. А вот это, ну ладно, пошли переделать, переделали, переделали, что еще. И вот несколько раз, и на самом деле я говорю, мне потом вот Никита, вот этот вот рассказывает, он говорит, я в шоке. Ну вот прошло там 2 или 3 недели. Короче, нам, у нас нам все подписали, нам все как бы перевели. И он говорит, ты не представляешь, он говорит, я в шоке, как изменился, говорит этот человек. Он говорит, я уже потом, когда к нему приходил, он говорит ко мне как к лучшему. О, Никита, а что ж ты тут сидишь-то, ждешь-то. Он там, ну там, к нему прием, к нему как бы и людей-то много. И он когда вдруг там, и вдруг тут Никита, да сказал бы, зашел бы, там, давай, заходи, там, лучше, то есть начинает. Он говорит, я в шоке говорю, это не он. Я говорю, так ему все равно не доверяю, потому что я знаю, что это, ну, как это, людоед еще тот, короче, понимаете. То есть нельзя как бы расслабляться. Но дух у человека изменился, понимаете. Изменился, то есть вот этой вот нашей, просто он не ожидал, он привык. И мы потом, или до этого, или мы потом узнаем, что есть несколько фирм, которые с ним судятся там уже год или сколько-то. Представляете, то есть то, что означало для нас это, что мы бы вот эти там 2 миллиона, которые нам нужно людям отдать, там, у нас нет вот таких, мы бы их, я не знаю, когда увидели, а может быть вообще не увидели. И вы понимаете, что я просто на этой ситуации вот так вот понял, что как в жизни, на самом деле, часто зависит от этой мелочи. На самом деле, вот, взыскать Бога, получить слово от Бога и поступить так, как Бог сказал, и как изменилась ситуация. Представляете, может целая жизнь загублена быть, а не одна. Знаете, да, сколько там народу судится, вот его там обложили, деньги он не дождался, у него кризис, он спился, жена ушла, дети и так далее, понимаете. А из-за чего может быть все? Вот из-за этой ситуации просто не вопросил, не получил вот эту откровенность, не последовал, не победил и все. Иногда просто вот на этой гордости, на этой обиде там и так далее. А что ж нас учит? Не надо со злом по злому. Вот я вам просто прочитаю это местописание Матфея, чтобы вы знали, где это написано. Пятая глава. С 38-го. Вы слышали, что сказано, око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злом, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и левую. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Вы понимаете, вот это вот отношение, это не то, что ты отдаешь от слабости, а это ты наоборот делаешь вот этот вот жест. Ну как бы вот все, он тебя принуждает, отдай, все, давление. И ты ему такой раз, ты ему говоришь, ну ты сначала не отдам, не отдам, не отдам, не отдам, да? Ну мы же тоже не хотели ему отдавать, не хотели ничего делать. А потом вдруг раз, и мы меняемся, ну и вот тебе еще вот это. И у того как бы шок, он думал, что ты все, он нас хотел вывести на конфликт, ему все равно. Понимаете, вот ему судиться с нами, он находится на той же должности. Он просто так вот отправил это, и они судятся. Он так же живет, ездит, отдыхает, получает свою огромную зарплату, делает там другие объекты. А вот эта машина государства, она с тобой судится, понимаешь? И ты тут, тебя вот это вот, все, понимаете, а что, когда у нас? Он уже даже себя звал, а мы ему не дали, мы ему не дали вот с нами так поступить, понимаете? Мы настолько там с ним прогнулись. Мудрость нужна, правильно? Мудрость нужна во всем. Просто в этой ситуации пришло это слово, я хочу сказать еще, да? И я хочу вот научить, вот в этой ситуации. Поэтому, если придет, другая ситуация, не факт, что тебе нужно будет поступить по этому. Понимаете слово? Понимаете? Потому что, да, Иисусу когда однажды ударили по щеке, помните? Он не сказал, ну, давайте тогда сюда. Он сказал, за что бьешь? Он сказал, за что бьешь? Если я что-то не так сказал, то скажи, что не так сказал. Но не беспредельничай. И Павел тоже, когда его били по щекам, он сказал, Бог, бить тебя будет, стена-то подбеленная. Куда ты руки свои распускаешь? Ну, то есть, да, это не значит, что мы должны давать себя в обиду. Понимаете? Однажды Павел, он тоже, его когда незаконно посадили в тюрьму римского гражданина, а потом испугались, узнали, что он римский гражданин, они его побили, в тюрьму посадили. Тайно послали людей, сказали, все-все, давайте его из тюрьмы, все, пусть валят отсюда. Представляете? И вот в этой ситуации вроде как нужно было поступить, да? О, отпускают, точно, выбирают. А Павел говорит, не, не, так не прокатят. Пусть приходят, извиняются, потому что на беспредел сделали. Вывод тебе пришли, извинились, попросили. Понимаете? Это не значит, что христианин это слабый человек, который должен всем под все прогибаться. Но Иисус говорит то, что, ну, не будьте вот именно против зла, если нет возможности у тебя уклониться, да, вот от этой ситуации, то тогда побеждай его добро. Сделай для этого еще больше, чуть-чуть. Понимаете? Еще больше, затрать свои. Вот мы поступили, и слово сработало. И что самое интересное, дух этого человека изменился вообще полностью. То есть мы победили вот этот вот дух. И вот этот дух можно было бы видеть только так, в той ситуации. Просящему у тебя, и кто принудит тебя, иди с ним одно попроще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте поколюнающих вас, благотворите ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Понимаете? Это значит, что мы должны справиться с вами эмоциями. Понимаете или нет? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вы просите к Богу, да? Обилили тебя люди, благословляй их. То есть у тебя есть это слово, это значит, пойди чуть-чуть против эмоций, сохрани вот это холоднокровие. Молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Понимаете? Вот. И тогда вы будете вот этими настоящими. Здесь написано, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу своему сходить над злыми и добрыми. И посылает. Вы думаете, да? То есть, что говорят, что Бог повелевает Солнцу сходить над злыми и добрыми. Он говорит другими словами, Бог видит и злых, и злые, и добрые. Понимаете? Но Он все равно всем светит. Понимаете? То есть, не то чтобы Бог, Он не слепой на самом деле. И Бог знает, что зло творится, да? И Бог знает, что может быть с тобой поступили несправедливо или поступают иногда. Но Он говорит, ты имей это самообладание, поступай по духу, ищи меня, прими от меня эту силу, как поступить, успокой свои эмоции, и ты победишь. И ты победишь, и ты будешь сиять. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Понимаете? И это не религия. Понимаете? Это не религия. И это именно научиться вот этой мудрости, более расширенному видению, пониманию, сердечному. Чтобы тебя вот это зло не поглотило, чтобы тебя не выбило это из колеи. Понимаете? Чтобы ты не болел. Понимаете? Чтобы нервы твои тебя не подводили. Понимаете? У тебя есть мир, ты делаешь то, что ты делаешь. У тебя есть силы, у тебя есть благословение. Ты побеждаешь. И все, и ничто тебя не остановит. Потому что я говорю, как вот эта ситуация, она может просто сломать жизнь. Вот просто пойди в суд с этим человеком. Пойди. Это прямо вот тебе дверь открыта, он тебя приглашает. Давай, давай. Он тебя провоцирует, он тебя зовет. Ты говоришь, не, 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 давай, на рубашку, на это, но не надо мне в суд. Не надо, не хочу я в суд. На самом деле очень легко даже продумать логическое, что в суд не надо. Но так было, я помню, так было тяжело, так вот мы когда разговариваем, так, да ладно, пойдем в суд, докажем там, что мы правы, понимаешь? А сами такие, а я Никиту спрашиваю, Никита, у нас с фермой там все нормально? Он говорит, ну, конечно же, там и налоговая, и все там. Понимаете, а там сразу приедут, там все сразу может быть. В такую штуку можешь попасть, понимаете? Вот, поэтому, сначала ефат, потом меч. Сначала ефат, потом меч. Но точно так же, что мы должны быть сильными, готовыми, активными действовать, да? Что наша задача, получить от слова Бога. Бог у нас получится. Бог говорит, получится. Раз сказал, два сказал, три сказал, все, я включаю все собственные силы, все собственные ресурсы, и начинаю бежать, и полностью в этом быть. Потому что Бог сказал, и все, я должен действовать, и только так получится. И побега, и под беда придет, и придет от него, потому что он сказал. Ну, вот как Давид там молился, он говорит, спасибо Бог, что ты дал мне победить, что ты победил врагов рукою моею. Понимаете? То есть, рукою моею. Поэтому, пусть вас Бог благословит, пусть нас Бог благословит, Бог с нами, Бог действует. Давайте будем учиться слышать его голос. Давайте будем делать эти паузы, чтобы его взыскать. Давайте будем христиане уже начинать практиковать, молиться за людей, я не знаю, кто в состоянии. Но, как бы, верить, серьезно к этому относиться, нерелигиозно. Понимаете, я просто понял, что мы должны делать. Вот как Петр, он просто понял, что вот он хромой. Вот как Иисус бы там поступил. Вот он, во имя Иисуса, встанет один. И не просто там встанет, а руку и давай вставай, парень. Давай вставай, хватит сидеть. И тут попробовал, и получилось. И пошло-поехало. Камень, давайте мы помолимся. Субтитры сделал DimaTorzok